Друзья, всем привет! За последнее время разработчики компании Xiaomi запуляли нас стоковыми обновлениями. Получаем обновленный интерфейс в приложении Галерея, обновленный интерфейс в камере и прочие улучшения, которые помогут раскачать вам свой Xiaomi. И потому в этом видеоролике мы это все с вами и рассмотрим. Ну а теперь присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Ну и что же, давайте мы с вами ознакомимся с тем, что мы вообще в принципе имеем с вами на сегодняшний день. Важно понимать, что и в некоторых ситуациях приложение может не запуститься на вашем устройстве. Это имеется ввиду, ну больше к приложению камера, но к этому мы еще с вами вернемся. Что из интересного можно получить уже сегодня на своем Xiaomi, это обновленная галерея. Получается версия 4.2.0.15 и это у нас глобальная версия. То есть не думайте, что это какая-нибудь китайка, там без локализации, тупо на английском языке и прочее. То есть официально глобальное обновление, которое привычным путям обновления компонентов еще не приходит, но в будущем когда-то там оно придет. Что мы с вами получаем? Во-первых, обновленный вид галереи. То есть вы можете заметить, что как-то что-то поменялось у нас. Плюс если я вверху нажму на три точки, вы можете заметить, что также и настроек малеха поубавилось. Как только мы с вами сделаем следующий свайп, мы получаем полностью измененный вид альбомов и того, как они будут отображаться. У нас есть с вами дифференциация на все фотографии, изверная и прочее. Сюжеты есть и раздел творчества у нас выносится из настроек. Да, это теперь более так выглядит современно, потому что в принципе приложение галерея очень давно уже не обновлялось. И последний раз, когда что-то там вносили, еще было со времен MIUI. И вот как бы вы можете таким образом улучшить свое приложение галерея. По настройкам тут сверх ничего нового, к сожалению, разработчики не добавили. Но есть ощущение того, что возможно когда-то там они тут еще также смогут что-нибудь нам привнести. Еще из моментов у нас еще рекомендации проявляются, то есть выбор лучших фотографий и в этот день. То есть у вас будет некая такая сводка тех фотоснимков, которые у вас были выполнены за конкретный день. Плюс также еще есть информация, что в перспективе разработчики хотят улучшить редактор галереи. То есть все то, что мы с вами представляем на сегодняшний день, оно у нас с вами улучшится. Еще тут новые фишки добавятся, ну и тому подобное. Ну и как говорится, будем с вами ожидать. Теперь мы с вами переходим далее. Разработчики обновляют приложение камера. Но вот тут есть маленький такой моментик и нюансик, что на сегодняшний день это приложение можно попробовать только на новой линейке Xiaomi 15. Соответственно есть Xiaomi 15 Ultra. На новой линейке Poco F7 это Ultra и Pro. И что интересно, на Poco X7 Pro также новая версия камеры запускается. Что на собой является? Смотрите по приложению и вот что мы с вами наблюдаем. Версия 6, там сколько? 2.0, 12.43. Давайте для чистоты эксперимента мы сейчас очистим все данные, чтобы с нуля вообще в принципе лицезреть весь обновленный интерфейс. Мы с вами заходим в приложение камера. Тут нажимаем запретить. Во-первых, у нас проявляется новый такой видеоряд того, что мы с вами заходим в приложение камера. Но это будет единожды проявляться. Дальше нам получается приложение показывает краткую сводку того, что стоит ожидать в этом обновлении. Во-первых, параметры лейка. Ну в принципе у кого камера лейка и в принципе интерфейс такой, то для вас это тут ничего нового не будет. Далее, посмотрите список изменений также. Это очень важный момент, понятное дело. Быстрая съемка нам напоминает, что присутствуют. Фотографии про, режим режиссер и в принципе все. Далее мы с вами нажимаем для того, чтобы перейти в камеру. И следующее, что мы с вами наблюдаем. Во-первых, разработчики полностью переносят раздел с дополнительными возможностями, которые были у нас в самом крайнем правом углу. Сюда у нас переносится, смотрите, там ночь, быстрая съемка. Еще из интересных моментов, что у нас проявляется режим Ultra HD, хотя по умолчанию Xiaomi 15 его не было. Хотя возможно я его где-то не заметил там, надо будет откатиться на вообще в принципе там более старую версию и посмотреть, что там вообще было. Далее, разработчики в принципе меняют у нас отображение шрифтов, меняют в принципе у нас отображение понимания всего приложения. Если мы с вами зайдем в настройки, то мы с вами будем наблюдать следующее. Разработчики поделили в принципе настройки камеры на три таких больших раздела. Фото, видео и общее. Для чего это сделано? Для того, чтобы все воедино оно не было скомканно. И да, я очень рад тому, что разработчики наконец-то спустя сколько времени, сколько лет к этому пришли. Что когда у вас тупо все вместе там сидит и настройки фотографий, и настройки видеосъемки, это неудобно обычному пользователю. И теперь я четко понимаю, что у меня относится к режиму фотографии. Кстати, вот если на первое нажмем на водяной знак, для смартфонов с камерой Leica его полностью перерисовывать. И он вообще в принципе у нас в водяной знак будет отличаться от того, что было ранее. Плюс еще по настройкам получается, что мы с вами получаем. Фокусное расстояние основной камеры по умолчанию мы можем с вами регулировать. Ну это было в принципе и в предыдущей версии камеры на этом устройстве. Но здесь куда более понятнее все это у нас находится. Формат нашего с вами изображения, качество, приоритеты измерения, параметры селфи, ну и тому подобное. То есть тут я четко понимаю, что я делаю с фотографиями. Плюс еще добавляются у нас AI рекомендации. Тут у нас расширение глубины резкости, ультразум, почему-то еще в стадии бета. Хотя я думал, что он уже не в бета-версии будет. Сканирование документов, QR-коды и уведомления про ориентацию. Если мы перейдем в раздел видео, соответственно, все то, что относится к видеосъемке, мы с вами можем настраивать. Это видеокодер, настройки звука, следящие фокусы, Dolby Vision, мастер камеры, ну и тому подобное. А в раздел общий просто разработчики закидывают все то, что не поместилось, что для камеры, что для видео. Считаю, что это очень удобно и в принципе разработчики молодцы, что в кои-то веки к этому пришли. Отвечая на ваш вопрос, стоит ли в принципе ожидать на там бюджетках, средних бюджетках это обновление, я все-таки склонен считать, что получат предфлагманы, флагманы и возможно середняки. Опять же, X7 Pro это яркий представитель у нас среднего сегмента и на нем эту камеру можно поставить. Потому если у вас OCO X7 Pro, попробуйте себе поставить. Все ссылки на сегодняшние приложения будут, конечно же, в описании под этим видео. Но мы с вами следуем далее. Что еще интересного можно поставить на свое устройство? И это получаются у нас с вами новые виджеты. Получается, мы с вами их открываем и можем лицезреть следующее. Что, во-первых, у нас на глобальном рынке добавляются питомцы. Это та фича китайской прошивки, о которой многие мечтали, которую хотели, ну, достаточно многие люди поставить себе, как бы, чтобы кастомизировать свое устройство и чтобы как-то отличаться. У нас, смотрите, есть кошка, у нас с вами есть котенок и у нас есть, самое главное, собачка. Да, кстати говоря, собака добавилась относительно недавно. Ибо до этого момента было доступно лишь только два домашних питомца для рабочего стола и ленты виджетов, если она у вас есть. И, в принципе, это из новых виджетов я могу отметить, что вот эти вот прикольные виджеты, вот этот огромный виджет тоже очень прикольный, очень такой информативный. Тут и погода, тут и время, дата, процент зарядки, насколько вашего хранилища занято, насколько процессор загружен. То есть, очень удобная такая инфографика, и она мне действительно понравилась. Теперь вы задаетесь вопросом, что вам необходимо сделать для того, чтобы всю эту историю получить? Есть два пути этому решению. Первый путь у нас, это с вами мы заходим в раздел настройки, переходим, получается, далее под раздел расширенные и нажимаем на регион. Тут нам необходимо поставить Индонезию. После чего на всякий случай перезагрузите свое устройство, зайдите в раздел виджеты, как я только что это все вам продемонстрировал. И после чего вы сможете получить вот все эти обновленные виджеты. То есть, вот эти вот все новые виджеты, вот это, если еще полазить чуть ниже, тоже вы это можете лицезреть. Если вам не помог этот вариант, есть второй путь решения данной проблемы. Но для этого нужно обновлять достаточное количество приложений. Во-первых, вам нужно обновить системную оболочку, вам нужно обновить ленту виджетов, вам необходимо обновить приложение темы и необходимо обновить приложение Mi Aboy. Все эти приложухи актуальны для того, чтобы получить вот эту красоту с виджетами, конечно же, есть в нашем телеграм-канале, и ссылка на них будет в описании. И последние фишки, о которых также я хотел бы вам на сегодняшний день рассказать, это у нас, получается, будут моменты, связанные с эффектами для обоев. Все так же, если вы обновляете приложение темы и Mi Aboy, вы можете получить на рабочем столе размытие обоев. Опять же, кто-то у меня спрашивал, для чего эта история необходима. Я отвечал, что если, допустим, у вас идентичные обои, как и у меня, что на экране блокировки, что на рабочем столе, вы, допустим, можете на рабочем столе сделать размытие обоев, а на экране блокировки обоина будет у вас полноценная. Но это еще не все. Если мы с вами еще перейдем в раздел настройки, далее нажмем на персонализацию, выберем на экран блокировки, тут проскипаем далее, понятное дело. И, допустим, выберем настроить, и здесь эффект обоев, мы получаем еще и в придачу эффект линза. Все так же это можно сделать путем обновления стоковых приложений, и, в принципе, вы сможете получить вот такую красоту. Еще из оставшихся обнов, которые у нас остались, это рабочие столы, но имеется в виду системная оболочка, это Focal Launcher, это безопасность. Да, новые версии там также выходят, но с системной оболочкой стоит быть очень осторожным, потому что есть определенные вылеты по жестам. Focal Launcher, в принципе, работает адекватно, никаких нареканий у меня лично по нему нет, а приложение безопасность просто улучшает работу своих алгоритмов и немного там улучшает автономность нашего аппарата. Как я уже сказал, все ссылки на сегодняшние приложухи будут в описании под этим видео, потому переходите, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе актуальной информации о Xiaomi и HyperOS. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok